Вот заставка, вот заставка, вот она ничего, ребят, вот она ничего, с вашего позволения возьму, начну дуть, потому что, ну, как бы, чтобы оставаться спокойным, не ругаться матом, вот, попытаться как-то нормально с вами поговорить, описать нововведение, так что, ну, извиняюсь, извиняюсь, высаживайтесь поудобнее, меня зовут Саша, вы на канале Князь, сегодня у нас битва замков, обзор обновления, которое вышло на русский, ребятушки, сервер, но мы больше пройдемся именно по тем местам, которые меня интересуют, мне хочется кое-что проверить, о, слава яйцам, я вчера ночью бомбил, думал, они, короче, просто в этом обновлении, как и в прошлом обновлении, сделают так, что добавят, вот, супер новый контент в виде новых двух, героев, супер питомца, чары, ну, вот это вот, как они любят, да, но, но, окей, они добавляют новую локацию, и мне бы даже хотелось бы на нее посмотреть, еще раз, извиняюсь, это очень вредно, но сейчас, как бы, возможно, ну, лучше пускай мой род будет занят этим, чем я сейчас буду орать благим матом, но не суть, давайте, попытаемся как-то спокойненько, я буду держать себя в руках, но не факт, что получится, а вы, пожалуйста, ставьте лайк, огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, просмотры, и огромное отдельное спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки, ребята, это сейчас очень важно, спасибочки, так, окей, заходим, заходим, ребятушки, сюда, и что мы делаем? Что мы делаем? А я не знаю, что мы делаем, мы берем и смотрим, короче, видосик, добавили новую локацию, прям, знаете, видос, я вам скажу, маркетологи старались, вот, если бы я увидел бы такой видос, я бы, наверное, игру скачал бы, но, к сожалению, сейчас на рынке мобильных игр, когда ты смотришь рекламные видосы, они вообще, мягко скажем, могут не совпадать с тем, что есть на самом деле, на процентов так 99, давай. Ну, согласитесь, прикольно все выглядит, все очень классно, но, опять же, не совпадает с действительностью, кто видел обзор новой локации, ну, как бы, мягко скажем, не совпадает. Схожа немножко реклама с тем, как продвигают лордс мобайл. Только, к сожалению, до лордс мобайла в этом плане им, конечно, как-то как-то. Кастел Клэш, плей нау, сражайся за свою гильзию, апстор, гугл плей, эмазон, апстор, вау, так. Короче, вот такую нам локацию добавят, нет, она, ребят, будет выглядеть совершенно по-другому, но ничего страшного. Давайте теперь пойдем уже касаемо самого обновления. Ой, а я что тут, я что тут делаю на яйце-то? Ой, и слотов не хватает на складе. Добро пожаловать. Ой, нет, тут надо на основной аккаунт переходить, определенно так. Ну, не, ну вот нас уже зовут в новую локацию. Вопрос, конечно же, когда ее возьмут, запустят, но мы пойдем на основной аккаунт, потому что там я хочу, может быть, паролить и посмотреть акции. Ну, потому как бы по-другому, по-другому никак. Вот заставка, вот заставка мне нравится. Ой, так, смотри, опа, мы это забрали. Добро пожаловать в крупнейшее гильдийское. Слушайте, вот, ребят, есть у нас филологи, не знаю, русского языка? А как правильно писать, гильдийное или гильдийское? Можно вообще вот таким образом выражаться гильдийское? Может, я не одупляю, как бы я вообще, мягко скажем, не из России, да? Я просто носитель русского языка, но, тем не менее, могу ошибаться. Мне кажется, наверное, правильнее гильдийное, а не гильдийское. Вот, мы попадаем в новую локацию, ну, по крайней мере, сборку героев под нее. Каждый игрок может выбрать до 30 героев на сезон. Вы можете изменить выбор до начала сезона, событий, бла-бла-бла-бла-бла. Как бы мы это все проходили, когда пилили обзор, обзор, обзор на всю эту тему. Возникают вопросы по поводу героев, да? Есть ли тебе вообще смысл их собирать, потому что бои как-то очень странно проходят? И есть подозрение, что, ну, как бы, твоя так прокачка не особо так и сильно влияет на происходящее. Так, берем бугемена. Проседну не забываем. Потому что прокачка одно, а что там происходит, совершенно другое. Можем взять, не знаю, Некроса. Ну, как бы, тут что-то мне кажется, что хоть тут любых героев бери. Хер ли толку? Давай, не знаю, Розалин, да? Ну, и что, давай, хладный призрак, к примеру. Так, регистрация успешна. Ожидайте начала. Так, атака фортов, битва гильдии, Нарсия, эра войны. Зарегистрировано 27 человек из 5. Короче, чтобы начать бой, мы это проходили, если не ошибаюсь. Ну, да, тут надо 5 регистраций. Подготовка к бою. Окей. А когда бой? Закрытие. Так, это закрытие регистрации, короче, через двое суток. Все нормально, ребята. То есть, нужно зарегистрироваться. Нужно, чтобы вице-лидер или лидер зарегистрировал гильдию. И потом, впоследствии, конечно, уже игроки регистрируются. Вот у нас уже 27 человек. В хулиганах зарегалось. Касаемо локации. Очень хорошо, что ее добавляют. Потому что, если бы ее не добавляли, я бы сейчас орал бы благим матом. Показывал бы соцсети Битвы Замков. Не только русские соцсети. Да, я, конечно, там орул. Вот, на наших ребят зачастую. Но и на Фейсбуке не будем забывать про то, как там нас кормили завтраками. Новая-новая локация. В конечном итоге ее запустили только через два месяца. Все хороши. И мне кажется, что русская комьюнити, кто делает, что зарубежные, у них есть определенные проблемы с обменом информации с Китаем. Или китайцы там дрочат, непонятно, что делают, не дают инфу. Или еще что, я не знаю. Но, как бы, знаете, зачастую возникает ощущение, что это два разных мира. Какие-то две разные игры. И я не буду уподобляться школьникам, которые там бесконечно ноют по поводу того, что вот там халява больше, а вот там халява меньше. Нет, это все полная залупа. Идите там, ноите сколько хотите. Мне абсолютно это неинтересно. Вот. Я болею именно за наш сервер, на котором я играю. То, что происходит на других серверах в плане там халявы, не халява, акции, не акции. Мне абсолютно плевать. Я говорю о том, что информация не поступает. И, как бы, люди, которые занимаются этой игрой, они должны понимать, что, ну, у нас все-таки, даже несмотря на эту болезнь, которая сейчас распространяется, у нас глобализация. У нас есть такая вещь, как интернет. Да, и нужно как-то следить за происходящими вещами. Очень глупо кормить игроков какими-то там снэкпиками бесполезными, когда игроки уже давно успели поиграть в этой локации. Все про нее узнать и так далее. Далее, вопросы по поводу данной локи, они заключаются в том, что исправили ли баги или нет. Не знаю, где раньше начнется эта вся фигня. Но, скорее всего, на Тайване раньше эта локация начнется. Если они не исправили баги и там так же само не отображаются, куда идут пачки, эти квадратики, занятые области, если это ничего не отображается, то это просто полный провал. Это полный, полнейший провал. Даже если все будет нормально отображаться, я, конечно, порадуюсь новой локацией. Мне даже будет плевать на награды. Говорят, что там награды не очень. Мне главное, чтобы было интересно. Но, в целом, это скопировано с игры Castle Clash New Dawn. Но, к сожалению, скопировано это со знаком минус. То есть, это грустная-грустная калька с той локации, что была осуществлена в игре Castle Clash New Dawn. Я жду, когда она выйдет уже в релиз в России. Может быть, я даже попробую в нее еще поиграть. Посмотрим, что из этого получится. Но, в целом, там намного круче. Потому что здесь у нас все ограничено. Ну и что-то, конечно, изменено. Дальше вышло обновление. Что сразу бы хотелось бы... Ой, отметить. Так, где у меня описание? Ой, ребята. Так, первое. Новый герой. Там Берсерк, не Берсерк. Он мне, конечно, очень понравился. Но я соглашусь с вами. Кто комментировал прошлое видео касаемо его. То, что как бы он классный, прикольный. Но, если ты с ним пойдешь в реальный бой. Там на какой-нибудь максимальной прокачке. У тебя там будут противники с этой, скажем так, хорошей прокачкой. То этот Берсерк пойдет в одно место. Потому что у него нет никакого сопротивления к дебафам. Вот сейчас этот вопрос мне хотелось бы, ребят, прояснить. По крайней мере, понять. Потому что сейчас, наконец-то, ребят, наконец-то. Наконец-то у нас есть возможность почитать описание этого героя. Да. Так, по пунктикам. У нас Темный Лорд донатный герой. Берсерк бездонатный. Вот у нас Берсерк. Потому что, мне кажется, там перевод был не совсем правильный. Так, пятнадцато умение. Каждую одну секунду наносит 930 урона. Это много. От атаки пяти целям противника. И восстанавливает здоровье в размере 20% нанесенного урона. Уменьшает точность целей, которые получили урон от этого навыка. На 22% в течение полторы секунды. То есть, смотри, в переводе было, что он там, ну, в переводе казалось, что он конкретно просто там на 20% уменьшает шанс попадания. То есть, к примеру, там 78 ударов будут попадать, а 22 удара будут не попадать. У меня почему-то это в голове отложилось. Тут как бы на 22% точность, если он уменьшает, да, и у тебя герой прокачан на точность, к примеру. Плюс, не забываем про питомцев, про суперпитомцев с точностью. То, в принципе, вот эти вот 2%, я не знаю, они будут что-то решать или нет. Опять же, вопросы к тому, грамотно ли описано умение данного героя. Но, в целом, если оно так и происходит, что просто точность на 22% уменьшается, то по факту, Элина, папа записывает видео, а ты тут со своими наклейками фиксика. Элина, Элина, а почему ты маму не можешь попросить? Ребят, кто знает, кто такие фиксики, ставьте лайк. Я тут попытаюсь стикер отклеить, да? У меня, о, получилось. Вот, фиксики, ребят, это святое, да, Элина? Да, а фиксики еды неги и чинят. Они чинят все, да? Да, и еды неги, бибола. Хорошо, дашь мне, пожалуйста, еще 10 минут поснимать видео спокойно? Спасибо. Вот так вот, ребят, даже вырезать не буду. Вы должны знать, как это все происходит. Так, ну так вот, если это просто точность на 22% уменьшается, то мне кажется, это, ну, бесполезная хрень, в особенности, если ты встретишься в бою с какими-то там сильными противниками, у которых много точности, у которых там титул прокачан, у которых, к примеру, суперпитомец поставлен с точностью, ну, уменьшится на 22% точность, но он все равно будет до хрена попадать. Вот, даже если у берсеркера будет там прокачано уклонение. Ну, не знаю, мне так кажется. Мне кажется, что это херь бесполезно. Плюс это полторы секунды только действовать будет. Дальше. Вопросики. Когда этот герой умирает, он наносит 1000% урона от атаки всем вражеским целям вблизи, игнорирует ли миты на получение урона? Тут опять же вопросы. Когда это все было на Тайване, когда был черновой перевод, мне почему-то показалось, что именно он будет ограничивать урон по себе. Я думал, что, возможно, это будет по типу какой-нибудь там Фреи, и это было бы классно. Но тут получается, что именно он игнорирует лимиты на получение урона. И опять же, тут вопросы. Все его удары будут игнорировать лимиты на получение урона? Или только конкретно, тут видите, в скобках написано, около вот этого вот действия, то, что он умирает и 1000 урона выносит. То есть, возможно, будет так, что он не сможет никакую там Фрею пробивать, но когда именно будет умирать, самоликвидироваться и взрываться, вот тогда он долбанет так долбанет. И герой имеет шанс 66% возродиться с 6 и все здоровье каждый раз, когда он убит. Вот хотелось бы посмотреть, как часто эти 66% будут срабатывать, вот, и будет ли он каждый раз после смерти взрываться. Может быть, на этом весь прикол и поставлен, типа, нужно наоборот, чтобы его постоянно убивали, он взрывался бы и убивал героев. Вот, потому что, когда от него будет 1000% урона проходить, тогда, грубо говоря, ну, что получится. Тогда, тогда он будет херачить. А, возможно, остальные его атаки, они не смогут игнорировать ограничения. И да, в целом, получается, у него нету никакого сопротивления дебафом и так далее. На него и молчанку будут кидать, и его будут станеть, его будут ваншотить, вариантов всяких до хрена. Потому можно, в принципе, вообще сделать самоубийцу, в том плане, что, к примеру, на PvP-локации, его просто раскачать жестко, жестко в урон, ребята, и делать специально, да, то есть, там, ему ставить созвездие урона, все, короче, на урон. И в PvP-локациях просто там, где он живет, там в кучу будет заходить, взрываться. Да, и пускай его там бесконечно убивает. Он будет возрождаться, еще раз его убьют, он взорвется, потом еще раз возродится. Но, опять же, насколько позволят эти, так называемые, 66%. Тут, как бы, с этим вопрос. Потому, ну, мне трудно судить по поводу этого героя. Мне нравится, он мне сам по себе нравится. Мне нравится, как срабатывает его умение. И я бы определенно хотел бы его. Но будет ли он полезен, неизвестно. Но, в принципе, какую-то новую механику, стратегию с ним, возможно, построить можно. Как это будет актуально в PvP-локациях, неизвестно. Будет ли он актуален в защите, при том, что он там все время надалбливает, тоже, как бы, неизвестно. То есть, он уже постоянно будет стрелять. Не дай бог, он зарядится. А, ну, вообще, ему там ремку поставил в защите или, там, не знаю, воодушевление. И все, он херачит постоянно. Но он не игнорирует иллюзорность. То есть, ну, вопросов к нему много. Я бы хотел выбить этого героя, но не обольщайтесь. Слишком долгое видео получается. И какое-то информативное. Не так я хотел. Ладно. Касаемо нового героя, давайте мы его, наверное, будем, не будем разбирать. Он сначала мне более интересно показался бездонатный, но тут все меняется. Герой входит в транс. Да, в переводе было тень. Ладно. Шутка про сумрак. Не прокатит. Не может двигаться, атаковать, запускать навыки, а также получать бафы или состояние других юнитов. Наносит в общей сложности 650% урона от атаки, находящейся вблизи вражеским боевым единицам. Каждые полсекунды. Этот урон распределяется между не более чем тремя противниками. Юниты, получающие урона от атаки этого героя, теряют 22% энергии за удар. И уменьшают скорость передвижения и скорость атаки на сон. Ну вот тут как бы, да, тут уже дебаф, баф, киробаф, ну то есть забабулец же герой, да? Транс длится 5 секунд, а кулдаун 7 секунд. Этот герой не восприимчив к молчанию, к состоянию бедствия. Его урон игнорирует эффекты превращения урона в лечение. Ну, надо смотреть. Надо смотреть, как это будет в реальности. Не знаю, когда у меня вообще этот герой появится. Ладно, тут у нас какое-то скучное видео, да? У меня тут не хватает мастера рун, не хватает пепельной Матроны, не хватает нового героя. Может быть, давайте паролим сегодня. Ну, 1013 давайте вот так по чуть-чуть. Будем бить. Может, что-то выбьем? Не знаю, конечно, но... Попробовать стоит. Триант. Все самоцветы тратить не хочу, потому что я немножко, конечно, расстроился по поводу Берсерка, по поводу нового героя. И, ну, сливать самоцветы в попытках его выбить, я думаю, что глупо. Лучше самоцветы оставить на прокачку, там, не знаю, Созвездии, Стрелок. И, конечно же, мне из новых героев, недостающих, никто не выпадет. Остается 3000 самоцветов, Укратитель. Давай Мастер Рун, там, или Берсерк, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, Пепельная Матрона, да? Нет. Ну ладно, давай. Кэнди. Еще чуть-чуть паролим. Эй! Эй! Медуза. Чудо, походу, не случится, да? Друид. Бог Грома. Королева Оз. Призрачный всадник. Да, чудес не бывает на моем аккаунте в последнее время. Что уж тут поделать, Купидон. И нет. Ладно, с этим понятно. Открыли линию обороны. Как я понимаю, теперь у нас линия обороны открывается раз в месяц, судя по всему, да? После обновления. Это грустно. Если два раза в месяц откроется, это уже повезет. Но мне кажется, конкретно раз в месяц. Новый герой, новый питомец. На питомца похер, да? Бля, супер питомца. Они классные, они прикольные, ребята. Зайдите, почитайте описание умения супер питомца. Задонатьте. Парольте ему созвездия. Это же все прикольно. Новые чары. Казыня. Дает x процентов крит шансов в бою. Когда приходит, когда проходит критический удар, наносит x чистого урона вража. Ой, бля, идите в жопу со своими новыми чарами. Бля, ты в урод, я ебалов. Так, новый супер питомец тоже идет в хуй. Дальше. Вот, ну, в принципе, это такая основная вещь. Улучшение. Увеличь максимально возможный лимит силы для вступления в гильдию. С 300 тысяч до миллиона. Боже. Боже. Я не знаю. Там разработчики, наверное, просто напрягли все свои полупопии. И правые полупопии, и левые полупопии. Потому что, ну, просто, просто, просто аплодисменты, друзья. Невероятнейшие аплодисменты. Ну, ебт. Ну, грубо говоря, да, ты можешь поставить, что в твою гильдию можно вступить только от миллиона силы. Как бы, ну, окей, ну, спасибо. Испытание смотрителя. Изменены характеристики борца и сила навыка. Я уже в испытаниях смотрителя не был лет так 10. Вот. Испытание смотрителя. Добавлена функция перемотки. Спасибо. Спасибо. Количество слотов в алтаре героев увеличено на 2. Окей. В целях баланса изменены характеристики таланта титула. Крит шанс и крит сопротивление. Ну, тут, видать, разработчики такие сюда заходят. Такие, ёпта, чё-то мы поборщили. Чё-то мы, ребятушки, поборщили. И они взяли тут крит, крит, крит порезали, походу, скорее всего. Да, потому что посчитали, что слишком жирно. Да, как бы, прорыв для них не слишком жирно, а здесь для них слишком жирно. Вот. Ну, окей. Ну, понерфили и понерфили. Меня больше другой вопрос интересует. Вот, как бы, это же не сложно взять, там, награду на атаки фартов изменить. Я уже, знаете, я уже даже не прошу о том, чтобы атаку фартов изменили. Потому что я понимаю, что это бесполезно, да. Лабиринт тот же вспомнить. Может быть, там чё-нибудь стоит изменить, а? Как вы думаете? Я... И... Это ж не сложно. Это не сложно. Вот. Это можно сделать. Как бы, просто следить за наградами в локациях, которые уже есть в игре. Следить за актуальностью этих наград. Ну, извините меня. Ну, чё? Чё? Вот, что? Ну, типа, вы не можете, там, хотя бы раз в два месяца менять награду здесь. Ну, это ж позор какой-то. Ну, вот, ну, типа, ну чё и что? Ну, это, это смешно. Ну, это бред. Это бред. Я напился сейчас кофе. Я покурил, я добрый. И потому не хочется мне материться. Не могу сказать по поводу обновления, там, что это крутое обновление или херовое обновление. Да, то, что я хотел. Они добавили новую локацию, но по поводу неё очень много вопросов. Даже если они починили все баги, то всё равно к этой локации остаётся много вопросов. Но это лучше, чем ничего. И если они не исправили баги, то это просто провал. Тогда я думаю, что буду бомбить. Бомбить, ребята. И ещё раз бомбить. Вот такое вот обновление. Я потерял вместе с вами сейчас 25 тысяч, ребята, самоцветов. Ничего не выбил. О, тут дали нового питомца. Вот, халява. Халява это хорошо. Кстати, тут нигде не было написано. Если, ежели мы, к примеру, зайдём в созвездие, созвездие, да. Теперь, вот, чтобы вы видели. Вот здесь вот мы можем теперь раз в сутки посмотреть рекламу и бесплатно поролить тут кому-то созвездие. Вот это вот круто. Вот за это разработчикам спасибо. Вот тут они, конечно, молодцы. Но, понимаете, когда вы ролите за 300, вам обычно там залупа падает. И канают именно вот эти вот карточки. Вот если бы бесплатная была попытка рольнуть карточку, тогда вопросов нет. Ну, хотя эти карточки тоже раздают. На яйце даже есть какое-то определённое количество этих карточек. Ну, в целом, в целом это хорошо. В целом, это молодцы. Тут я ничего плохого сказать не могу. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного обновления. Извиняюсь, что видео, наверное, было скучным и, как я понимаю, долгим. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Сегодня выйдут видосы, наверное, по прокачке моего аккаунта. Вечером приходите на стрим по Битве Гиндии. В сообществе канала и у себя в Телеграм-канале я попытаюсь обубликовать сегодня расписание стримов на ближайшую неделю. Вам пожелаю огромнейшей... Я уже вам желал удачи. Короче, вам, ребят, спасибо за поддержку и всем пока.